Наших современных яш-мамочек, это вот настолько, я просто, у меня нет слов, одни слюни. Дело в том, что я сейчас была в группе родительский контроль. Одна из мамочек задает вопрос, куда идти жаловаться на неправомерные действия директора. Дело в том, что мы решили перевезти в другую школу. И там директриса потребовала справку на Манту. Манту оказалась положительной, нас отправляют к тезиатру. Внимание, вопрос, куда идти жаловаться. Одна гениальная мать дала вообще совет. Да сделайте поддельную справку и отдайте в эту дурацкую школу. Я говорю, ну а что там в дурацкой школе? Может, туда и даже ходить не надо, в этой дурацкой школе. Ну, чему научатся? Справки только подделывать. Дело в том, что у этой мамочки, у этой советчицы, выросли сиськи, детородный орган, а мозги не отросли совсем. И больше всего меня удивило, что человек готов потратить время, чтобы бегать по прокуратурам и доказывать свою правоту, нежели заняться тем, чтобы лечить и узнавать статус здоровья своего ребенка. Вот и там же еще некоторые мамочки уповают на то, что нет такой сплоченности, как в СССР. Сейчас что-то все друг на друга. Я говорю, потому что в СССР мамочки думали не только за своего ребенка, но и за соседнего, кто будет сидеть рядом с ним, который потом тоже будет бегать по туп-диспансеру. И мамочки думали об этом, и дети думали об этом, и у всех была ответственность друг за друга, поэтому было сплочение. А сейчас, говорю, вы ищите выход, где вам полегче, поудобнее, где вы больше будете оказываться правой. То есть вы ищите, где правоту свою можно доказать, а где вылечить своего ребенка и позаботиться об окружении своего ребенка. Кстати, вопрос задала женщина-медик. Обалдеть!